О добрых и злых наклонностях Однажды ученики пришли к старцу и спросили его, почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые трудно. И при этом в особых ситуациях, когда от человека ожидаешь проявления добрых наклонностей, они так легко покидают человека. Старец улыбнулся и ответил, а что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю? Ученики ответили, хорошее семя, оставленное без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет и даст больной росток и худой плод. Вот так поступают и люди, сказал им старец. Вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе растить начатки доброго, они выставляют их на показ и тем самым губят. А свои недостатки и грехи наоборот. Люди прячут глубоко в душе, чтобы их не увидели другие. Там они прорастают и губят человека в самое его сердце. Вы же, будьте мудры. Не зря в Слове Божьем написано «Смотрите, не творите милостыню вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. И так, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Субтитры создавал DimaTorzok На базаре мудрость продавали и давали старость к ней в придачу. «Люди проходили, но не брали, уходили молча, деньги пряча. Глупость продавали на базаре, молодость давали к ней в придачу. Люди подходили, покупали, убегали, позабыв про сдачу». Вернется бумерангом. Не плюй в колодец, будешь воду пить. Не оскорбляй того, кто ниже рангом, а вдруг придется что-нибудь просить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин